Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, потом вы в комментариях дадите ей тоже свои советы. Здравствуйте, Галина! Буду рада, если вы посчитаете мою историю интересной для разбора в вашем видео. Мне 34 года, я никогда не была замужем, и у меня нет детей. Я даже никогда не жила вместе с мужчиной, но отношения у меня, конечно же, были и не одни. Я достаточно симпатичная, привлекательная, на меня всегда обращают внимание мужчины. Также у меня есть хорошая работа, своя квартира и машина. Я не могу сказать, что я прям очень супер обеспеченная, но все необходимое для жизни у меня есть. Я никогда не пыталась жить за счет мужчины, потому что так воспитали меня родители, что я всего должна добиться сама. Пару лет назад я познакомилась с мужчиной на работе. Мы не работаем вместе, просто пересекались пару раз, и у нас завязались отношения. Поначалу все было вроде бы хорошо, он приезжал ко мне на выходные, потом стал оставаться на подольше, вещи не перевозил, но мог жить у меня примерно 5 дней. Единственным минусом было то, что он постоянно употреблял алкоголь и также склонял меня к совместному употреблению. Хотя до этого, когда я жила абсолютно одна, я никогда не пила особо. Могла, конечно, выпить по праздникам в компании с подружкой, в гостях как-то, ну так, чтобы дома устраивать попойки. По несколько дней у такого никогда не было. Думаю, моя ошибка была то, что изначально я это с ним допустила. Когда же мне это изрядно надоело, я стала ему об этом говорить. Он посчитал, что со мной произошло что-то не то. Мы начали ссориться, вот оно, это правильно, вы правильно тут написали. Да, вы не запрещали, вы как бы его приняли с его депрессией и запоями, он алкоголик. И дали ему иллюзию того, что вы его принимаете, и вы не понимали сути этой проблемы. И он не зря потом подумал, что с вами что-то не так, потому что вы резко изменили, ну или не резко изменили свою позицию. Я тебя, а-ля, уже сейчас, понимая эту проблему, твою зависимость, я тебя не принимаю. Мы начали ссориться в этих ссорах, я выгоняла его из квартиры. Каждый раз он уходил и говорил, что больше не вернется, но потом сам начинал мне первым писать и звонить. Я довольно вспыльчивая, но отходчивая. К тому же я понимаю, не только плохое, но и хорошее у нас в отношениях было. Он достаточно нежный, добрый, очень хорошо подходил мне в интимной сфере. В целом у меня к нему тянуло, я его полюбила, поэтому мы каждый раз снова мирились. Я надеялась, что алкоголь уйдет из нашей жизни, если не на совсем, то хотя бы станет меньше. Но все повторялось. Здесь остановлюсь, конечно, а куда он денется? Вы его изначально приняли алкоголиком, закрыли на это глаза. Вы, говорит, я не думала, что будет большая проблема, но, блин, оказалась большая. Соответственно, он никуда не уйдет, это не его решение желания изменить что-то. Перестать пить, курить, там, вот эти созависимости или наркоманить. Это вы, ваши неоправданные ожидания, но не его планы, а его обещания. Потом мы познакомили друг друга с нашими родственниками. Я ездила в другой город в гости к его сестре, меня очень хорошо приняли. И здесь я сделаю небольшое отступление о нем. Он обычный дворовый мальчишка из простой семьи, не богатый и не бедный. В семье их трое детей, и он самый младший. На данный момент он толком нигде не работает. И вообще, по его словам, работа в офисе такого типа, как у меня, когда ты к 9 утра приходишь на работу, находишься там до 6 вечера, при необходимости задерживаешься, конечно, в целом зависишь от начальства. Это все не для него. Он постоянно занимается каким-то типа бизнесом. Какой-то период жизни, по его словам, у него все было успешно, было много денег, но он все потерял. Стандартная песня, зависимых, созависимых людей, вот этих, в аддикциях каких-то. У него всегда все было, а потом же повод подепрессировать. На самом деле, у него депрессия, любая зависимость, это симптом, признак, указывающий на наличие депрессии. И у него всегда будет оправдание. Это типичная история. В итоге отношения у нас неизбежно появился финансовый вопрос. Потому что у меня сейчас положение лучше, чем у него в этом плане. В каких-то наших совместных поездках мне приходилось много чего оплачивать. Хотя мне казалось, что мужчина должен сам закрывать такие вопросы. Теперь немного обо мне. Я тоже из достаточно простой семьи. Как многие жители нашей страны, 90-е мы еле сводили концы с концами. У нас в семье двое детей, я и старший брат. Мы жили достаточно в строгости. В доме всегда был режим, отбой по расписанию обязанностей, в том числе и у детей. Поэтому этот образ жизни мне совершенно не близок. Моя жизнь продолжалась по расписанию, хотя я уже давно выросла. И родители не могли влиять на мой распорядок. Но я привыкла жить по правилам. Вот здесь я остановлюсь и отмечу. Это как отличный пример вот этого сковывания родительского. Вы, конечно же, всю жизнь в этой системе жили и так далее, видите в этом плюсы. Но не все это плюсы. Потому что жизнь без сковывания, без режима, она страшная и трудная. Потому что мне проще и привычнее жить по режиму, когда есть определенные правила. И вот дальше продолжение. Его свобода и нарушение правил, прям как я в воду глядела, вызывают у меня даже немного зависть. Но себя я, наверное, уже не переделаю. И дисциплина мне необходима. А он к ней не привык. Теперь про отношения к алкоголю. Я не являюсь ярым противником и могу себе позволить расслабиться в компании. Я очень боюсь мужа-алкоголика. История эта идет, конечно же, из моей семьи. Моя мама и папа всю жизнь прожили вместе. И до сих пор, уже будучи на пенсии, продолжают быть семьей. Но всегда у нас была проблема алкоголя. В моем детстве папа очень много пил. И когда мы встретились с этим молодым человеком, я отчасти увидела в нем своего отца. Правильно анализируете. Он тоже добрый, заботливый, нежный. Но алкоголь это большая проблема. Вот поэтому здесь остановлюсь. Вы впустили его в свою жизнь и закрыли изначально, как вы сами сказали. Я думала, это большой проблемой не станет. Да вы знали. Мы очень хорошую замену своему папе просто нашли. Продолжение своего папы, так скажем. Папы не хватало, по нему есть тоска. Сейчас он мне ее заменит. Но я не думала, что алкоголизм будет таких масштабов. И у нас это будет такой проблемой. Что он во всем, скажем так, будет повторять моего папу. И даже в этом больном плохом вопросе. Я не знаю, можно это действительно какие-то зацепки с детства. В наших ссорах он так говорил мне, что это просто мой пунктик насчет алкоголя из-за отца. И он сам не алкоголик. Конечно, никто это не скажет. И выпивать коньяк это нормально. Но я считаю, что когда человек выпивает, а на следующий день идет и делает дела, это допустимо. Окей. У него же реальные проблемы. На следующий день после пьянки он обязательно продолжает пить. Говоря, что ему плохо и надо прийти в себя. И раньше такие запои длились по несколько дней. И какой-то период все было у нас хорошо. Он не пил, мы нормально проводили время. Но недавно он снова выпил и продолжил пить на второй день. Мы снова поругались. Он сказал, что я выношу ему мозг. Что сколько раз он уже зарекался не возвращаться ко мне. И снова делает эту ошибку. Что на этот раз он уходит и точно навсегда. В общем, каждый раз мне очень больно. Обидно до слез. Обидны его слова обо мне. Вот здесь очень важно. Сейчас это вслушивайтесь в этом. Это на самом деле вы невротик. За что вы цепитесь, цепляетесь с обиды. Слова обо мне, обиды. Вот это все обиды. Это обиды на папу. За папе, на поведение. За то, что у вас это в детстве было. На самом деле вы сводите счеты со своим отцом за счет этого мужчины. Поэтому вы выбрали такого похожего на папу. Это на самом деле ваша обида на папу, на вашего. У моих родителей тоже было много моментов, когда звучала тема развода. Но мама каждый раз прощала отца и наделась на лучшее. Сейчас он уже много лет не пьет. И все более-менее у нас все хорошо. Я, наверное, в глубине дышу надеясь, что и мой мужчина однажды бросит пить. И мы заживем душа душу. Не бросит он вам этого. Не обещает это ваши неоправданные ожидания будут. Но после последней ссоры я уже теряю эту надежду. Я запуталась. В мои 34 года мне, конечно, страшно, что я уже не встречу своего человека. Иногда я думаю, что виной всему мой характер. Чувства вины нет. Я просто не способна жить с кем-то под одной крышей. А ведь я бы очень хотела иметь семью и ребенка. Но у меня даже и были мысли, что если бы я забеременела от этого молодого человека, а мы бы поссорились, я бы ему не сказала о беременности. А воспитала ребенка одна. Не знаю, как вернуть веру в себя. Веру в то, что у меня все еще может быть хорошо. Веру в то, что отношения в таком возрасте еще можно построить. Счастливые, гармоничные даже родить ребенка. Я слышала, что на Западе к возрасту относятся иначе, чем в наших странах. Там в 34 года только начинают семью заводить, и это нормально. Но в нашем обществе, мне кажется, на таких, как я, ставят крест. Мы встречались с ним практически два года. К слову, у него уже был брак. По его словам, он опять же, будучи пьяным, на чьей-то свадьбе познакомился с девушкой. Переспал с ней. Она забеременела. И как порядочный человек, в кавычках, он женился в итоге. Но жить они вместе не смогли. Винит он в этом, конечно же, и ее. Типичный зависимый человек с любой аддикцией, с любой зависимости. Может быть, алкоголь, наркотики, да все что угодно. У него все виноваты, все плохо, бизнес не шел. У него всегда все виноваты. Он это не бросит, потому что его претензия к миру, обида на мир, скажем так, за несправедливость. Он не берет ответственность за свою жизнь. Это заглушает алкоголем, и это будет всегда. Однажды я была с его родственниками, там была его дочь. У них там очень плохие отношения с ее матерью, и ребенка им дают видеться очень редко. Девочка меня полюбила за несколько дней и даже спрашивала разрешения называть меня мамой. Боже, какие у девочки плохие отношения, что чужую тетю у нас спросила назвать мамой. Вообще, в принципе, меня всегда любят дети, я легко нахожу с ними общий язык, и, конечно, хочу своих. Я приняла его в прошлый брак, его ребенка, и даже то, что в молодости у него была условная судимость. В чем он, конечно же, по его словам не был виноват. О, удивил. Он же не захотел принимать мое нежелание жить с алкоголиком. Алкоголиком себя он, конечно же, не считает. Да и ни один алкоголик, наверное, себя таковым не считает. Возможно, моя история кажется типичной и чем-то поможет другим девушкам, которые попали в такие же отношения. Галя, подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю, расставаясь с ним, и как мне не потеряться и найти достойного мужчину? Очень просто. Да, вы поступаете абсолютно правильно, потому что перспективы в этих отношениях нет. Человек не планирует меняться. Я объяснила сейчас до этого, почему его политику. Он даже этого не обещает, вас не принимает, хотя вот у нас такая принимающая. Принимающая вы приняли его брак, ребенка, даже судимость. Хоть и условно, он ни в чем не виноват, конечно. Он никогда не будет ни в чем виноват. Вы будете с ним расставаться, вы будете тоже виноваты. И он еще сильнее запьет, и еще вас будет винить, потому что вы повод для его нового запоя, новой пьянки. Он с другой женщиной тоже так будет себя вести. Почему вы ему подходили, все было в порядке, потому что вы невротик. Почему вы невротик? Из-за папы. Вы нашли себе точную копию вашего папы и сводите с ним счеты. Потому что почему-то у вас был режим, как вы сказали, я жила по режиму. Дело не в режиме. А в том, что родители строгие. Отчасти, я бы сказала, деспотичные, давящие на вас. На самом деле высказать свою обиду на папу вам страшно. Вы боитесь отвержения. И вы боитесь вообще реакции. И может быть, у вас учили тому, что родителей надо уважать. Так не принято. Подавлять свои эмоции. Высказывать негатив, обиды, вообще все что угодно. Говорить нельзя родителям. Вы можете их обидеть. И вам подтверждали это тем, что от вас отказывались. Когда ты говоришь что-то плохое, свой голос, вообще рот открываешь. Родители тебя начинают игнорировать. Перестают с тобой общаться. Или тебя ругают. Наказывают вообще за проявление своих эмоций. Когда ты планируешь транслировать, открываешь рот. Свои мысли какие-то. Это не уважение, по сути, к члену семьи на самом-то деле. Это неправильное воспитание, в котором у нас все наше постсоветское пространство погрязло. Так вот. Из-за вот этого страха, скорее всего, отвержения наказания. Вы не открываете рот. Деспотичные либо строгие родители. Но у вас внутри сидит обида. За детство. За режим. За жизнь. За папин алкоголизм. За скандал. И я уверена, ваша мама ставит вам в пример себя и говорит. Вы просто это в письме читаете. Это бессознательно. Она это может мне говорить. Но вы чувствуете, считываете. Это вы транслируете в своем письме. Неосознанно, естественно. Но они всю жизнь все равно вместе. А мой папа просто раз перестал пить. Да не просто так он перестал пить. Это просто так не проходит. Там есть свои причины, может быть, которых вы не знаете. Такого чуда с вашим мужчиной не произойдет. О том-то вам не обещает и не планирует. Так вот, я к тому, что мама, скорее всего, вот эта гордость. Они все равно вместе. Всю жизнь через огонь и воду прошли. Через алкоголизм папы. И как-то все равно вместе живут. А разве это хорошо и достойно? Это счастливая жизнь. Счастливый брак. Вы посмотрите, какое у вас счастье. Какой у вас бэкграунд. И рюкзачок за спиной остался после этой счастливой совместной жизни. Как бы, не развода, да? Вы боитесь завести свою семью? Вы в себе не уверены настолько? Вам страшно все это повторять, как было у родителей? Вам настолько привычно жить в этом режиме, что вы боитесь жить без режима? Вы даже сказали, я уехала от родителей, съехала, а продолжаю жить в режиме. И его свобода, моего мужчины, и я этой свободе даже завидую где-то. Что я так не могу. Меня отучили жить свободно для себя, слушать свои желания, открывать свой рот, говорить о своих желаниях, потребностях, вообще думать об этом. Вот в чем проблема-то ваша базовая. И вот этой неуверенностью, это все в скупе идет. Вот для того, чтобы стать счастливой, вы мне спросили, да, о чем делать-то? Как дальше найти нормального мужика себе, проще говоря, устроить свою жизнь, быть счастливой? Первое. Ну, на самом деле, вам психолог только в этом поможет. Само это очень больше времени займет. У психолога условно походить полгода, а самой будете кобуряться несколько лет в этом, если до этого дойдете, вообще сможете это сделать. Во-первых, надо решить проблему с папой. Прорабатывать, проговаривать, смотреть, что там за обиды на него, за что вы обижаетесь над этим работать. Когда обиды на папу будут проработаны, она, скажем так, пройдет, но это немножко времени, конечно же, нужно, это пережить, перемолотить эти чувства, поплакать где-то. Затем будет вопрос вашей самооценки. С чего она складывалась, надо понять, что давила на мой вот этот режим, родители испачкались в эту сторону, чтобы мне давали открывать рот, высказывать свое мнение. Это все занижение, это все пунктики, штрихи от занижения самооценки. Надо смотреть, как мне сейчас самооценку свою повышать, верить в себя, чем мне надо заняться вообще, где найти вот этот ресурс, чтобы полюбить себя, принять в первую очередь себя, и повысить тем самым, этим процессом себе самооценку, быть довольной собой, хвалить себя, что меня вас в детстве не хвалили, я уверена. А потом уже, когда у вас не будет обиды на папу, вы подтянете свою самооценку, вы встретите мужчину не алкоголика, независимого, нормального, адекватного для рождения детей и семьи. Почему? Потому что вы на него посмотрите. Сейчас вы пока что смотрите, и как прошлый опыт показывает, вы убираете человека, напоминающего папу, чтобы сводить с ним счеты, высказывать свою обиду. Вот и все. Тогда этого желания уже не будет, когда вы с папой это все отпустите. И на такого проблемного, плохого мужчину, какого-то вы уже не посмотрите, самому вам будет неинтересен. На этом я считаю, что невроз будет ваш закончен, скорее всего. Но у вас сейчас, когда вначале письма написали, у меня все в порядке, все есть, мне 34 года, но я никогда не была в каких-то там прям серьезных, там, амурных отношениях в плане вот этой жизни, вы об этом сейчас договорили, что я не подпускаю близко к себе. Я бы вот на это обратила внимание. Это страх. Страх отношений, семьи, на самом деле, повторения моего детства. Это блок, который надо снимать. Вот в чем проблема на самом-то деле. Вот такая история. Пишите ваши комментарии, давайте советы девушке. Я надеюсь, что история тоже для вас была полезна. Не зря вы ее послушали. Если вы хотите, как автор этой истории, присылать свою историю ко мне на канал, просто напишите в теме письма, почта в инфобоксе под видео «История от Анонима». Если вы хотите записаться и поработать со мной как с психологом, пожалуйста, также на почту, тема письма, консультация. Спасибо вам за внимание, жду ваших комментариев. Всем пока.